Так случилось по жизни, что никогда не делил людей по расам, вероисповеданию или нациям. Человек он либо человек и совершает соответствующие своим базовым моральным принципам поступки вне зависимости от происхождения, либо он аморален со всеми вытекающими. Степень аморальности может быть разной, только это уже другая история. Когда-то подвиг Магомеда Нурбагандова прогремел на всю страну. С тех пор прошло два года, события поблекли, оставшись в воспоминаниях, которые имеют свойство угасать. А память должна жить. Мы должны помнить тех, кто не боится смотреть опасности в лицо, даже перед неминуемым оставаться человеком. Мы должны помнить и рассказать тем, кто прошел мимо тех событий, тем, кто узнал о них только сейчас. Некоторые скажут, ну было, ну сказал, ну погиб, ну что тут такого, невелик подвиг. Подобные слова печальны. Они будто кривое отражение нашей изнанки, другой человечности. Показывают некоторые, что не умеют ценить чужое мужество или хотя бы уважать. Лично для меня такие люди, как Нурбагандов, это образец мужества. Помните, как он спокойно и прямо смотрел, когда боевики хотели, чтобы он советовал другим силовикам работать и бороться с преступностью и с терроризмом? Слова Магомеда и вовсе со временем стали нарицательными. Своего рода девизом, ориентиром для многих. Для полиции, спецназа, военных. И что-то мне подсказывает во многих даже для простых гражданских людей. Когда Нурбагандов произнес эти два вроде бы таких простых слова в лицо своим палачам, не клоняясь, не умоляя, эти слова в тот самый момент обрели совершенно иной смысл. Открыли совершенно другие восприятия сказанного. Наполнились определенным контекстом. В этих двух коротких словах Магомеда будто разом раскрылась некая истина для тех, кто действительно служит своему отечеству. Для тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с врагом внешним и внутренним. И не важно, какого ты вероисповедания, какой у тебя цвет кожи и откуда ты родом. Главное не отступать от своих моральных принципов и не продавать свои внутренние убеждения и даже перед лицом опасности и неминуемости оставаться человеком. Поступок Нурбагандова – это поступок в первую очередь человека своего дела, который не предал свою профессию, прекрасно зная, что его ждет. Что ж, Магомед, спи спокойно. Твои слова не пропали даром, твоим палачам воздалось, а память о тебе и твоих словах подхватили другие. Это важно. Мы помним, работаем, братья.